Сегодня мы собрали пресс-конференцию с происходящей ситуацией в Украине, которая происходит, и в данной политической интрии выборы всячески вмешивают ветеранов АТО, вельскослужбовцев. До этого долучаются реалии, формы, и самое главное – это долучается память наших побратимей. Память наших побратимей – это для нас очень святое. Каждый из нас в Сунузале, в всей Украине, все ветераны, все хоронили побратимей. Хоронили, витаскивались под любовью, пытались их привезти до життя, чтобы человек не померло. В последний час они заметили такую ситуацию, что было произнесено вслух кибер-гиням Украины. Это неприятно. Это не должно быть в Украине, что память наших хлопцов, которые выстрелили 242 дня, идуть в политику, скажут, что кибер-гиня и все остальное. Кибер – это очень-очесное название. Это сказали и народ Украины весь, потому что парни 242 дня выстрелили. И вот что происходит. До меня звонят на карьер жены приезжих хлопцов и питают. Вот была такая ситуация с кибер-гинями, с киберами, по всей Украине стали выдавать медали и ордена, связанные с аэропортом. Нам выдавать эти нагороды. Нагороды давались митарям, женам и детям. И вот, извините, но у меня не было что сказать. Я не смог ничего сказать. Будьте, пожалуйста, все политические партии, все политические кандидаты, все политики, не ввязывайте память зареблых хлопцов. Если вы хотите отребать другого или другого кандидата, снимайте все регалии. Да, я принимаю форму. Будьте в форме, регалии, все подачки снимайте. Дабы не зводьте у банки всіх аточників. Не треба. Не треба зводити аточников у банки. Бои сейчас поступаете, разділяй власть. Аточники в 2014-2015 году далили один кусок хлеба на троих, на четверих. Воду 100 грамм далили, чтобы убить или раненого на банке. Не треба нас разділяти. Мы и так разділяемся и ругаемся, а вы добиваете масло в огонь. Я вам скажу так. Вы, мабуть, выиграете. Вы, мабуть, прийдете до політичної термошки, но аточники, они останутся аточниками. И не дай бог, эта бомба взорвется. Вы не будете знать, что вам делать и куда вам текать. Примечайте, у меня все. Слава Украине! Мене звати подруга Дана. Я поездил в Украинского корпуса «Управий сектор». И, насправді, дуже вдячна своим попритимам, хлопцям, что сьогодні зібрали цю пресс-конференцию и подняли таке важливое и надзвичайно многущее питание. Перш за все, хотілося сказати, еще раз, отсылаюсь до попередньо сказаного. Действительно, не повинны быть политические игры, еще отдельные политики, не должны быть яблоком яблоком розбрату серед попратимів, серед готовців, серед людей, які зі зброєю в руках захищали Україну. И, надусе, сейчас Украина потребует изъединения, а не разделения по политических поглядах. Скажу больше, что командир Допроводчого Украинского корпуса «Управий сектор» отмолился от участия в выборах, соответственно, саме с этой причиной. Саме потому, что он, как действующий воинский, вважает, что не имеет права выступать за любую политическую силу. И, в принципе, наша пресс-конференция, это не маніфест, что мы забороняем кому-то, куда-то вступать, висловливать свои думки, мы там, скажем, морально засуджем. Но, первое, снимайте медали, снимайте форму, одягайте сорочку, идите, выбирайте кого угодно, голосуйте, представляйте, идите в политику, но без шевронов, без медалей, без знаков. И, снова-таки, боронь боги, зачипать память загибших. Потому что, действительно, для нас загибли, для каждого из нас загибли, это болючая рана в сердце. Багатьок из них мы практически проводили в другой стране. И, когда начинают спекурувать именами этих людей, память этих людей, как раз и возникает, скажем так, та неадекватность, про яку так много разговаривают с прибылью психологических травматовцов. Не варто провокировать військовослужбовцев и ветеранов на необдуманные кроки, на межсобойщики в угоду, в принципе, антиукраїнским силам, которые сейчас практически занимают все политическое поле Украины. Спасибо. Слава Украине! Героям слава! Сегодня, я говорю не только от себя, сегодня, к сожалению, не приехал Евгений Межевейкин. Адам, все его знают, это герой Украины, но у меня сказалось сказать от него. То есть мы полностью с ним поддерживаем, потому что вы это только ты, но после ста. Самое главное обращение именно к военнослужащим, то есть пацаны, не вититесь на это все, будьте отдельно, не запомните, сколько вы пацанов положили, и еще неизвестно, сколько положено, потому что этого они не конца, не крайне видно. По поводу ЛЮБТ, ну, единственное, что бы я очень сильно хотел, все-таки, чтобы она извинилась, прийти на киборгах. Действительно, я этого очень хочу, я надеюсь, если она на что-то рассчитывает, то она извиниться, но у меня, в принципе, все. Олексій Григорьевна. Ну, ты еще, по-протому, сказал стрелы до виплачен, он по поводу Володимировне, ну, я думаю, что никаких виплачен не будет. Ну, так трапило, что я, как бы, в одном эфире сказал, что хлопцы вышли на всю акцию за гроши, и они это в приватной беседе подтвердили. Наверное, был скриншот, мы говорили в Фейсбуке, про то, что хлопцы, чему ты это сделал, и, по-протому, это обычный бизнес. Юлия Володимировна, не вибачься, потому что позавчора на одном эфире канарик, и юрист, пан Власенко, звоню в меня в брехне, сказал, что я даю неправдивую информацию, показал, что там какой-то попресс, где прописано, написано, что эти хлопцы, которые там были, они не брали никаких грошей, я не знаю, что это была зарплатная відомость, еще, но такую бумажку показали, и сказал, что ему, Юлия Володимировна, дала команду вернуться против меня к суду. Я, действующий офицер Национальной гвардии, ну, тоже участник боевых действий. Я, действующий офицер Национальной гвардии, я не знаю, что он хочет видеть, он начинает свою деятельность с того, что подает за грамотанскую позицию офицера до суду, то это, наверное, еще нам характеризует. Но это еще не все. Пан Власенко в этом эфире, а я меня зателефонировал с канала, я в телефоне уже не спілкувался, он просил мне рассказать, где я служу, ну, где я мешаю, где, взагалі, все мои данные. Я сказал, что все эти данные есть на канале, в редакции, а я не хочу в прямом эфире сказать, где я служу и, чем я занимаюсь, потому что я не хочу, я не могу это делать. Но если эта человек сказала, что даже военнослужащий поломенник должен давать комментарии, где они служат и какое из них звонят. Если я для представника Юрия Володимировна, пан Власенко, являюсь на территории неокупованной части Украины военнослужащим, то у меня до него все остальное вопрос, это интересы любого армия он озвучивает. То есть, слышите, военнослужащий поломенник на территории Украины приревнен до военнослужащих поломенников. И в целом, мне кажется, что Юрий Володимировна еще не счастлив с военнослужащими. Сначала, видимо, надея, которая пыталась подрвать бомбу в середине Киева. Потом вот эта ситуация с киборгами. Ну и потом позов на заяву до дневного офицера за громадскую позицию. Житание у нас планируется, военнослужащий, военнослужащий. Слава Украине! Здорово! Меня зовут Дагайда Денис. Я позовем Миросомаха. Я киборг. Можете сказать, что больше в аэропорту я был два раза. С хлопцами. И после того, когда я увидел данное видео, в котором этот шапаш, можно даже так сказать, что не случилось. Ну, просто эмоции зашкалювали. Не знаю, сколько заспокеивало выборов, чтобы заспокоиться. Отож, на самом деле, настолько обурило, что именно Юлия Тимошенко и с ней киборгами, то есть человек, который никогда не поддерживал АТОвцев, не поддерживал войну. Потому что, с начала 2014 года, когда она хотела влиться в команду Майдану, и цей цирк с коляской, то тогда не вышло. Мало бы про Канаду, но не вышло. На последнем, это моем сбеговиску, где вышли киборги, или, я не знаю, как их там называть. Ну, наверное, что уже не киборги. Потому что человек, который прошел это пекло, и, знаете, сколько там действительно вышло наших братьев, как оно все там происходило, и присутствует имя какого-то политического киборга. Взагалі, что это, в общем, не за слово «заперед». Политический киборг. А что будет дальше? Какие еще мы киборги будем видеть? Киборга, не знаю, там, какого-то села, какого-то господа. Что будет дальше? Вот, да, это вся театральная постановка, что тыжечки очень сильно бьет по не так имени людей, которые остались живыми, как по памяти загибших. Взглядаемо то, что Юлия Тимошенко, как бы сказать лучше, за ее подачки, когда в 2008 году мы покупали газ по 176 долларов, после того, как в 2009 году она поехала, мы начали покупать газ резко по 450 долларов. И по закону «бери або плати». То есть, не берете газ, вы все равно должны платить. В 2014 году «Нафтогаз» перестав брать газ, и Россия подала позов до «Стольгородского арбитража» на, если не поправляюсь, 75 или 56 миллиардов долларов. Вот, случайно, они его програли. И тогда просто есть вопрос, если Юлия Тимошенко смеялась с Путином, когда наши морковочные войска хотели зайти в Грузию, когда она поддерживает отверстия Россию в всех их началах. И именно она все это делает здесь, в средине страны. То есть, вопрос, как она вообще кандидат в президенты, и тем больше, какой политический киборг. И эти люди, ну, то есть, я не знаю, сколько, 40 или 45 человек, их выходило, из них всего на всего, троли людей, которые непонятно это были, и непонятно, что сделали. И, ну, как бы, все это вуалювать, что вот все кибори и все поддерживают, и я считаю, что это не право, а просто принизу, принизу до краю. Вот, так что, моя думка на то, что Юлия Володимировна не то, что не может быть президентом, а просто непрепустимо для нашей страны, потому что, так как вона есть мамой нашей коррупции, уявить, можем просто уявить, что будет, когда она статем президентом. Дякую. Да, ну, из этого привода, влазне, хотела бы Владимир Юнія особисто сказать, что в журненном разе я не, ну, и, влазне, я так понимаю, не агитуемо проти какого-то кандидата, чи не агитуемо за какого-то кандидата. У нашей данной пресс-конференции в принципе есть единый меседж, это достаточно пиарить на войне. И, влазне, не только ЮВТ, а и очень много других кандидатов сейчас залучают свои ряды наиболее продажных военнослужащих, военнослужащих, там, и дающих, и ветеранов. И хотелось бы закликать масс-медя и, влазне, очень ретельно подбирать, снова-таки, слова в описах бойцов и не узагальнювать, потому что самым вот с узагальнением и подачей масс-медя створюется вот то, что говорила Друг Росомаха, самое вражение, что начи-то усі ветерани-адокси там поддерживают какого-то лузера. В журненном разе прошу масс-медя как украинка, как ветеран, прошу очень ретельно добирать термени и слова. Слава Украине! Героям слава! Если есть какое-то питание, задавайте, пожалуйста, чем уже кто-то с присутствующих в службе все натошников хочет что-то сказать. Пожалуйста. Пожалуйста, про какую сумму я разговариваю? Сколько я купила? Шла разговор про сумму 10 тысяч доларей. Это каждый в добром участии. Ранний бюджет? Да нет, я думаю, для... Для его рани бюджет. Друзья, по-перше, давайте, чтобы мы понимали, что долари американские, но эти долари, которые сошли из России, это по-перше. По-друге, какие у меня есть доказы, кроме скриншотов и особистых разговоров, доказов нет. Но если будет суд, я думаю, что... Нехай нам будет простейше отбаваться за судом, по-другам. Я хочу просто очи в очи поддивиться всему кибору, который говорит, что он не брал грошей, и задать ему простые вопросы. Поднимай руку и скажи, клянусь життям загибших и тех, кто сейчас может загибнуть сегодня, что я никаких денег не брал. Поднимай руку скажи, клянусь, глядячи, глядячи, дивлячись в очи кому-то из нас. Я думаю, что на речи мы же упали, что они это скажут. Я думаю, что это... Знаете, у нас есть какая-то межа, если бы даже люди, которые выходят за гроши, вот так, я думаю, что они не смогут приткнуть, а тогда вы понимаете, что его не может знать. Я чуть-чуть допомню ваше питание. Я очень внимательно смотрелся раз, пять или шесть выход данной группы оси. Там, по-моему, было 42 человек и 40. Но у всех до одного были чиновники у всех. Если вы смотритесь, у всех. У всех источников мы друг с другом спілкуемся. Кто с Ленинской областей, кто с Ленинской, кто... Но спілкувания есть. То есть за каждого из нас можно позвонить, можно узнать, кто он, где, что, как. Так вот буквально на второй день 42 человек показалось только трое. Только трое. То есть какие там финансовые были суммы и тому подобное. Я не могу стверджувати, я не могу сказать. Но обман был действительно, что 39 непонятно кого хотели шевроны кибера. 39. Это очень гневно для киберов. Это очень гневно для Украины. Ви же. Ви маленький месец. Скажу, мы сейчас промоклили, и тут много комментов, что у вас стоит субботинка в наших субботинках. Дякую. Еще Вы сказали про вибачу, а любому выгоду это мае быть? Как только официальное вибачение на каналах, как официальное вибачение на любом центральном канале. Важно, что это ICTV, потому что они сказали, что большая часть киборг их поддержала в УВТ. Мы считаем, что это Кенчук, он дает Юлию, который не дает час, и мы приедем послушать, поспілкуемся с ней. Ну, смотрите, я вам скажу так, если она действительно подалась документом кандидата президента, правильно, она думает, что она будет будущим президентом. Я согласен, у нас есть право каждый подать документы в президенты, но если будущий президент начинает странировать своих солдат, если будущий президент начинает ариться на памяти киборгов, мне такой президент не нужен. Хай встанет при том, как она умеет, и скажет, что извините не перед мною, не перед парнями, которые выжили, а перед парнями, которые погибли, перед этими детьми, которые получали нагороды за своих родителей, которые появились за 242 дня. Хай она встанет и извините. Все. Еще раз. У меня есть время. У меня есть время. Мы не можем сказать завтра или поставить условия 24 часа. Это будет неправильно. Но если она там в лапках кандидат, какого-то там, или еще что-то, так пускай встанет и как кандидат висловится киборгиня Украины. Спасибо. 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 Я вам скажу больше. Особенно я, что касается меня. В 2014 году Юля пустила мессендж. Формируется батальон Батьковщина, Кировоград. Я лично туда поехал. Я приехал в военкомат. Обычно военкомат делает набор Кировоградский батальон. Самообороны. Представьте. Да, и Сергей Коваренко, я ветеран. Что касается Бюта Юлия Тимошенко. В 2014 году по их мессенджам, которые распространены в соцсетях, также по телевидению сбросили телефон на формирование батальона. Это был город Кировоград. Я ездил, я открывался, с Киева поехал. В итоге был набор в военкоматский. Проходил Кировоградский батальон Самообороны, который формировал город Кировоград. Я там постоял, уже разнакомился с людьми, которые приехали также из Киева, с областей, из других. Там человека здесь собралось. В итоге мы развернулись, уехали по пунктам назначения и уже в действующем батальоне записались и уехали. Поэтому ложь, как она распространяла, будучи премьер-министром Украины, будучи с 96-го года, она была у власти и в кабинете, где сказала ложь, от нее и лазаренки всех остальных, которых она воспитала. Тоже властника, который обвиняет сейчас офицера боевого. Это все, там столько лжи. Я могу, ну, знаете, сами предоставить доказательства, которые, в принципе, они не спрятаны. Поэтому она должна навязана извиниться просто перед родителями тех бойцов, которых сейчас там и нет и, к сожалению, никогда не будет. Слава Украине! И раз, слава! Еще буквально пару слів. Дело в том, что много наших выборцев, которые будут голосовать через 1 марта и которые поддерживают Юрю Володимировну, это люди, переважно там, как мы называем, в море, люди по киловику, это непогали люди, но они не чувствуют, что есть война. Была такая хорошая фраза сказала, что если вы тут не чувствуете, что есть война, значит, мы там делаем все правильно. То есть, тем людям, которые, как их прихильники, можно волшина на ухо вешать и рассказать про что-то там, про знижку цинина газ, про вещи, какие-то там дневные вещи, казки, дива. Но парни, которые находятся на порядке, как они говорят, у них ця волшина на ухо не вешается, не вешается. Они четко видят, где, что и как происходило. Юлия Володимировна была один раз, где-то поблизости, перед другим, и рассказывали про то, что она что-то поддерживает. Мы не видели каких-то действий, никто ничего не видел. В 2014, в 2015, в 2016, в 2017, в 2018 году, и когда пришел час обратиться на главную посаду в стране, президента в стране, а он еще главный командующий, она не просто сгадала, хотя бы сгадала, ну, память людей, может, в целом не дошло до нее, на души в нее легло. Она начала обманывать людей, долучать за себя, значит, армию ей поддерживает. Я не хочу сказать за всю армию, но те люди, с кем я сталкиваюсь, которые сейчас находятся в зоне проведения боевых дней, они кажут, что это счастье, что она не доехала, лучше до нас. Вот, ну, видимо, я понатуре у вас. То есть, пробачьте, и мы души поддерживают, скажем, мягко. Я хотел бы, чтобы вы обратились к нашему поведенному ветерану в сегодняшний месяц. Какие обратились к ребятам? Давайте сделаем так. Друзья, ребята, ребята, ветераны, аточники, волонтеры, волонтеры, они те же самые аточники, для меня, по крайней мере. Будь ласка, поддерживайте любого кандидата. У нас мы до этого ишли, чтобы было слово, мы до этого ишли. Но, будь ласка, снимайте регалии, снимайте шеврони, снимайте медали. Я не могу сказать, что вы знали. Это право каждого. Но без регалий. Поддерживайте, кого вы хотите. Юлю, Петю, Васю, Диму. Мне все равно, нам все равно. Но, аточные награды, аточные заслуги, каждая медаль, это не только ваша заслуга. Это и заслуга вашего попротыма на каждом вопе, на каждом блиндаже, на каждом вопе и в каждой семлянке. Поэтому, вы не можете отвечать за каждую свою медаль. Это медаль десятки ваших попротымов. Поэтому, будьте добры, снимайте регалии и идите в политику. Но только без регалий, без погонов и без шеврона. Я надеюсь, что меня услышат мои дисны-попротымы, аточники, вискослужбовцы, нацкорпусы, батальоны. Я обращаюсь ко всем вместе. Дякую. Доброго дня. Слава Богу! Героям Солома. Вакулинка Иван Иванович. Демобилизованы участники. Участники. Першая хвиля мобилизации. Пацаны, взвертаюсь за вас. Отвечайте только за себя. За нас. За меня отвечать не надо. У меня есть правый волос, и я его отдам тому, кому я его отдам. Сейчас ответили за всех киборгов, некоторые люди. Что потом? Потом ответят за ПВО. Я сидит на ракетный полк. За меня ответят. Я за себя сам отвечу. Отвечайте за себя. И не надо отвечать за других. Тем более за погибших. Уважайте. Спасибо. Ну, на этом есть сильные вопросы, мы будем заканчивать. Есть? Да. Слава Украине. Игорь Слава Украине. Олексу Сокил. В минулому добровольниче 2019-го року. Ветеран з Борних Сев. Я хочу сказать от себя особисто. Я очень благодарю тем, кто пришел сегодня сюда. Кто не боится высловить свою думку и сказать ее в голос. Я хочу сказать свою. У меня великое прихание. Не делитесь. Не делитесь. И не давать возможность нас поделить. Нашим гаслом «Четверно-Стурбовец» были простые слова. А вместе и до конца. А вместе и до конца. И еще. Мой меседж такой. Война не закончилась. Война есть. И мы не знаем, сколько она еще будет. И мы не знаем, как она вернет и что будет дальше. Так вот, я хочу с вами разом стоять в одном строю. И не думать про то, что нас кто-то на что-то поделил. Чи на кого-то. Кудись нас потяг, а потом нам брать в руки зброю. Нам наводить влад в этой стране. Нам жить, нам детей поднимать. И я хочу, чтобы память была светлая. Понимаете меня? И для меня важлива память. Я хочу у кого-то, кто-то что-то хочет сказать. Чи нема. Дякую всем, что собралися. Дякую, что приехали. Телевенею. Дякую за понимание. На все добре. Слава Украине! Героям слава!